И в Евангелии от Марка мы находим, что ее автор уделяет огромное внимание Ишуа как учителю. И для этого я перечислю, я дам некоторые цифры. Слово «учить» находится, мы можем встретить в Марка, 15 раз. И слово «учитель» 12 раз. И слово «равин» находится, можно найти три раза. И все это заключено в 16 главах. И даже этот глагол «обучать», «учить» можно найти более часто, даже чаще. Чем даже в любой другой книге Нового Завета. И Марк использует это слово для того, чтобы обозначить ту деятельность, которой занимался Ишуа. Его обучение, то, когда он учил народ в синагоге, в храме. В том, чтобы наставлять своих учеников, а также толпу. И часто этот глагол используется в таком времени, которое называется «несовершенное время». И в этих случаях это означает, что этот процесс обучения, он продолжается постоянно. И Марк говорит нам, что это была его обычная и регулярная практика. И поэтому слово «равин» применимо к Ишуа. И очень важно по мнению Марка. И как вы знаете, что слово «учитель» — это то же самое, что слово «равин». И некоторые люди пытались сделать определенное замечание. Оно появилось и развилось, его стали более чаще употреблять в более поздние времена, после времен Ишуа. И что это слово начали употреблять только после разрушения храма. И что во времена Ишуа — это было неизвестное слово. Но этот термин используется, чтобы изобразить Ишуа. Четырнадцать раз используется во всех четырех Евангелиях. И Марк и Иоанн используют более почетную форму этого слова, как «равуни». Но это должно быть предоставлено, что археологи опровергли это. Опровергли то, что этот термин не был известен во времена Ишуа. Например, мы можем найти это название также на многих из надгробных памятников, еврейских надгробных памятников. Смотрите, being described, using the same term that Matthew and Mark used, Humanists used, to speak of Y Sergey as a rabbi. He is displayed? With the same term that Matthew and Mark used instead of talking about Yバ a priest. Такая связь. Но Вы такие addressedа искать кто Кулaten. Нет. Зазборие мы заметили, что в��oys 상 일� θеля atheist. то есть тот человек того человека которого похоронили его описывали или же он назвали таким же образом какое потребляли слова по отношению к ишуа и как вы помните это также используется в евангелиях и о чем мы говорили уже вчера наших исторических документах первого века и поэтому это является частью доказательств того что это слово раввин было использовано похожий термин можно найти в пирке а вот что является более ранней частью талмуда и также материал продолжается до времени второго храма на что это было похоже чтобы быть раввином в первом веке и многие раввины они обучали преподавали не только в своих собственных школах они также путешествовали из школы в школу чтобы преподавать в других других школах других городах и поместная школа и шо находилась в капернауме и он также путешествовал из города в город и путешествующих раввинов сопровождали их последователей и ученики и когда они приезжали в какой-то городок то другие поместные ученики присоединялись к ним и некоторые из раввинистических источников говорят что специально убирали вычищали амбар или же любое другое большое здание чтобы поместить всех учеников и тех учеников которые приходили с целью посетить и послушать этого раввина и также людей побуждали к тому чтобы раввины смогли использовать их дома чтобы было больше классных комнат классов и как сказал один раввин пусть ваш дом будет местом встречи раввинов и это также напоминает нам о тех толпах людей которые ходили за Ишуа и поэтому раввины обучали в постоянном месте в синагогах или в домах или в чем-либо похожем на школу и также путешествовали на примеры раввины Яханан бен Закай как говорят что он учил в храме и в синагогах и что это очень похоже на Ишуа Ишуа также учил в синагогах и в дворе храма и также помните что школа или бейт-мидраж она не зависела от какого-то физического здания и часто это была путешествующая школа и поэтому по дороге в процессе дискуссий учителя со своими учениками это была обычная форма обучения раввины обучали, преподавали в виноградниках в тени сторожевых башен также на полях и на дорогах и на базарах и это то, что говорит Талбуд и очень было приемлено для раввинов чтобы преподавать или обсуждать что-то даже в центре городской площади и в раввинистической литературе есть очень много ссылок к тем вопросам, которые обсуждались в то время, когда учитель путешествовал со своими учениками и также в результате этого возникло много традиций в ответ на те обстоятельства те ситуации, которые возникали в процессе их путешествия учитель и его ученики вместе собирали все свое владение все свое имущество для того, чтобы покупать еду или же они покупали ее за счет общих запасов, общей шкатулки некоторые раввины делали это только во время путешествий другие, наоборот, сделали это своей постоянной практикой в том, чтобы делиться и это звучит и похоже на то, что и дел Ишуа и некоторые из источников сравнивают взаимоотношения учителя со своими учениками и сравнивают это с такими братьями, которые делятся своим наследием и были такие семьи, которые постоянно делились своей пищей и это не удивительно тогда, когда Иисусу задали такой вопрос или же даже Ишуа задал такой вопрос кто мои братья и кто мои сестры и он говорит, вот те, кто являются моими учениками и это были такие взаимоотношения раввинов с их учениками и раввин мог оставаться в общине всего пару дней или же на протяжении нескольких недель или нескольких месяцев и раввины не принимали платы за учения за то, что они преподавали Тору но они принимали пищу и место, где бы они могли остановиться не только для себя, но также и для своих учеников и Ишуа таким же образом чувствовал себя когда Он говорил ученикам, чтобы они шли и учили народ в города и селения и говорил им, чтобы они не брали с собой ничего ни деньги и ни еду и сказал, что трудящийся достоин оплаты и он считал, что они должны быть поддерживаемы снабжаемы теми, кого они обучали и здесь также может пригодиться история о Марии и Марфе история о двух сестрах которые открыли свой дом для раввина так как и раввин им говорил это делать и помните, как раввин сказал пусть ваш дом будет местом встречи раввинов и покройте себя пылью с их ног и пейте из их слов с жаждой поэтому теперь они не только сделали свой дом доступным для Ишуа но Мария описана как та, которая сидела у нох раввина и она пила из его слов с жаждой и одни из тех высказываний, которые записаны в Мишне это идите и делайте много учеников и это похоже на Матфея 28.19 не так ли? и там написано куда бы вы ни шли то делайте новых учеников и как говорится куда бы вы ни шли везде это снова путешествующий раввин и поэтому раввины они отбирали и обучали очень много людей и мы знаем о учителе раввина Шауля Гамалиили у него было одна тысяча учеников что в отношении Ишуа то у него было двенадцать самых ближайших учеников но также были и другие, которые учились от него на протяжении короткого времени в Луки 10 главе мы можем увидеть семьдесят два ученика и также мы знаем что в конце его жизни очень много учеников сопровождало его по дороге в Иерусалим и затем было сто двадцать учеников из Галилеи которые остались в Иерусалиме после его смерти и в первом Коринфянам пятнадцатой главе раввина упоминает раввин шауль упоминает больше чем пятьсот учеников поэтому из рассказов из Евангелия особенно из Евангелия от Марка Ишуа представляет собой типичного учителя первого столетия еврейского раввина который путешествует от одного места к другому и он зависит от гостеприимства людей и он учит на улице учит в домах и в селах в синагогах и в храме и у него есть те ученики которые следуют за ним независимо от того куда он поедет и это представляет точную картину точный образ еврейского раввина в земле израильской первого века первого века но наверное одним из самых убедительных доказательств того что Ишуа был раввином это был стиль его преподавания и он использовал те же самые методы толкования описания те же методы наставления как и другие еврейские раввины тех дней и самым идеальным примером это использование в процессе его проповеди притчей и мы можем видеть притчи это были первоначальная форма обучения среди еврейских раввинов и в раввинистической культуре можно найти больше чем четыре тысячи притчей призвание быть раввином учеников в первом веке было важным призванием потому что часто это означало покинуть своих родственников и свою семью также значит расстаться со своими друзьями и путешествовать по стране и иногда это было в очень жестких условиях и это означало полное посвящение и как Талмуд говорит нам было что-то определенное в том что чтобы почитать отца и мать и что могло принести пользу в этом мире и так же есть определенная польза в том когда человек приходит в этот мир но текст продолжает и говорит следующее что изучение Торы оно приравнивается ко всему этому Иешуа сказал что-то очень похожее на это что так же как важно почитать своих родителей что оставить дом и обучаться вместе с ним это было даже наиболее важнее и так же как и остальные раввины Иешуа четко определил те требования которые он выдвигал своим ученикам и что он ожидал от них если кто-то приходит ко мне и не возненавидит своего отца и свою мать свою жену и своих детей своих братьев и своих сестер и самого себя то он не может быть моим учеником это жесткие слова но раввины и ученики того времени понимали их очень хорошо и в этом контексте слово ненавидеть означает совсем другое то значение которое вы уже может быть слышали это используется в еврейском смысле в еврейском контексте в еврейском смысле контексте и в еврейском контексте ненавидеть означает любить меньше или же поставить на второе место и поэтому в Бытие 29 главе 31 стихе там говорится что Лия была ее ненавидели но в контексте говорится совсем другое учитывая иврит то что Лия она не была нелюбима но вместо этого она была любима меньше меньше чем Рахиль и то бремя которое должны были нести ученики было очень тяжелым но оно было похоже на то которое на то бремя которое требовали нести раввины того века поэтому для нас это может казаться экстремально но это не было экстремально для первого века и несмотря на все трудности не было ничего с чем можно было сравнить всю ту радость все то восхищение последования за великим раввином и той учебы которую можно было получить от него и также принадлежность к его кругу учеников и обычно особые взаимоотношения развивались между раввином и учениками раввин был для них как отцом и он был даже больше чем отец и был почитаем даже больше чем отцы учеников и также говорит нам и Мишна когда кто-то ищет потерянную собственность утерянную собственность собственность отца и учителя то потеря его учителя она занимает первое место она первостепенно так как отец только привел его в этот мир и учитель дал ему мудрость и подготовил его к тому миру который грядет и поэтому те основные шаги которые могли предпринять потенциальные ученики если он или она хотели быть настоящими учениками Торы и традиций то очень важно было избрать правильного учителя от которого можно было перенять эти знания и после того когда учителя и его учеников устанавливались взаимоотношения то они становились очень глубокими и продолжительными и взаимоотношения были настолько важны так что любой аспект жизни учителя ученики повторяли у себя и по представлению ученикам учеников они обязывали себя изучить все то что только было возможно от своего раввина и ситуация можно было описать следующим образом ученики иудаизма в первом веке изучали все от своего учителя и они учились быть точно такими же как и он они изучали все те истории которые передавал им учитель они изучали все те уроки которые передавал им учитель так же они учились принимать ту пищу которую принимал их учитель и тот способ то как он ел ее они учились соблюдать шаббат так же как их учитель и давать десятину и пожертвования также тот способ каким они молились и тот способ каким он постился они учились соблюдать Божьи заповеди так как их соблюдал их учитель ученики следовали за своим учителем куда бы он не шел и учитель передавал им все что только мог и если ученики проводили со своим раввином любую возможную минуту то это не будет удивлением для нас что их степень любви и уважения учителя была очень высокой и поэтому мы видим много учеников которые будут цитировать своих учителей и относятся к ним как самым великим учителям из любви и уважения и давать им все честь и все уважение чего он заслуживает и это то что хочет чтобы марк то что говорит нам марк чтобы мы знали обе шоа и что это означает быть его последователем или быть его учеником и то что нам также необходимо научиться делать следующее к чему мы приступим это Илья и Елисей это одна из тех моделей которые мы можем видеть в Евангелии от Марка и вначале мы начнем с того ключевого момента основания мы можем найти в Малахии 4 главе 4 стихе посмотрите на пришествие Ильи пророка он будет провозглашать объявлять о замечательных днях господних и потом Марк представляет Иоанна Крестителя очень странно что Иоанн одет так как был одет Илья Иоанна 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 говорит что время свершилось что Царство Небесное пришло и то на что указывает Иешуа очень важно и по мере того как Марк пересказывает эту историю Он предполагает что эти действия они скоро свершатся в будущем что они свершатся в соответствии с сценарием появления и исчезновения Ильи suggest to us это Он предлагает нам и даже Марк изображает Иоанна Крестителя в четырех аспектах эти места Писания нас переадресовывают в те истории где описан Илья где записаны слова и поступки Ильи И поэтому после того как Марк подготавливает своих слушателей к появлению нового Ильи с доказательством из Малахии 4 стиха в котором говорится Я посылаю своего посланника перед тобой И после этого Евангелие описывает то как Иоанн Креститель крестит и что это происходит в реке Иордан и это там где Иоанн указывает на Ишуа тот который больше меня и который следует за мной и также крещение Ишуа и потом идет описание того как открываются небеса и на него сходит дух и эти места писания заставят слушателей вспомнить что-то И они вспомнят то как Илья посвящал Элисея и он был его последователем и место посвящения у реки Иордан и которое сопровождалось сошествием Святого Духа с неба и поэтому эти стадии определены для нас в Евангелии от Марка и когда вы будете читать это Евангелие от Марка как я вам уже сказал то очень часто вы будете находить в нем Марк будет говорить следующие слова и 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 очень часто Марк говорил И Шуа сделал это и потом он сделал это и потом он сделал это и это находится во всем Евангелии от Марка и таким образом у нас появляется чувство как быстроты чувство очень быстрого быстрых действий чувство срочности что нужно что-то очень срочно сделать и тоже можно увидеть в истории с Ильей и даже то как Марк описывает Иоанна мы видим что Марк он берет уже ранее употребленные примеры Марк 1 6 и в Марка 1 главе 6 там описан Иоанн точно таким же образом как описано Илья в 4 царстве 4 царство 1 глава 8 стих И описывает его который носит кожаный пояс кожаный пояс И как вы помните это были те люди которые заучивали писание наизусть поэтому они могли узнать те слова которые были взяты из 4 царств и также у этого евангелия была похожая структура как и в книге 3 царств и еще один вам пример в 3 царство 19 главе есть следующее или я появляется или сей в это время работает царств или царств или царств или я призываю или сей чтобы тот стал его учеником и или сей следует за или и марка первой главе еще появляется и шоу ученики в это время занимаются своей работой и шоу призывает их в том чтобы они последовали за ним стали его учениками и ученики следуют за шоу и на этом мы